Зимний сад с белым роялем – бассейн, в котором по желанию можно сделать воду близкую по составу к морской. Отдельное зало для занятия танцами и спортом, а еще витражный атриум, благодаря которому помещения круглый год будут буквально залиты светом. Это проект недорогого спа-отеля, а ультрасовременного детского сада. Его строят в новом микрорайоне на западе Тулы. Объект презентует Алексею Дюмину. Автор проекта, архитектор Марина Маркаряна, рассказывает, в этот детский сад малыши будут идти с удовольствием. Для этого даже фасад здания раскрасит во все цвета радуги. 12 колористических тонов раскрашены, будут яркие красочные обрамления окон. Конструкция фасада имеет такую возможность, что мы можем нанести туда абсолютно любой рисунок. Поэтому был проведен конкурс среди детей. Мы рассмотрим варианты этих вот рисунков, и моя группа применит обязательно рисунки этих детей также на колористике фасада. На строительную площадку подрядчик зашел в июне. Сейчас рабочие уже возвели железобетонный каркас первого этажа. Работы идут с опережением графика. Строиматериалы используют от тульских производителей. Задача стоит сделать детский сад теплым, просторным и современным. Для этого его оснастят системой «Умный дом». Это будут датчики стоять по освещению, по теплу, кондиционированию. В том числе все будет замкнуто также в бассейне. Будут стоять «Умные» датчики на окнах, которые будут сигнализировать каких-то изменений температуры. Так что это все будет отслеживаться практически моментально. Детский сад смогут посещать 110 малышей, в том числе и ясельного возраста. Открытие дошкольного учреждения, по словам главы Тульской администрации, полностью закроет потребность нового микрорайона. Ведь сейчас здесь нет ни одного садика. Мы недавно только переехали, еще не решали. В принципе, есть поблизости сады, но все-таки в нашем же квартале это намного удобнее. Через годик старшему будет три года, а младшему будет полтора. Вот можно будет уже, по идее, приступать к детскому саду. При возведении любых новых микрорайонов необходимо сразу учитывать и социальные объекты, говорит Алексей Дюмин. Для строительства этого детского сада губернатор привлек средства инвестора. В дальнейшем дошкольные учреждения передадут городу. Такого объекта вообще нет ни в Туле, ни в Тульской области. Да я уверен, и в соседних регионах. Пока это нигде нет. У вас это полный эксклюзив. Еще раз хочу обратить внимание, это касается всех, в первую очередь, муниципалитетов. Когда идет застройка квартала, необходимо всю инфраструктуру делать. Это, конечно, и садики, и здравоохранение, и почта. Полностью инфраструктура. А не потом догонять. Сейчас в Тульской области очередность детских садов среди ребят от 3 до 7 лет полностью ликвидирована. Вот потребность в ясельных группах есть. В очереди стоят больше 2,5 тысяч маленьких жителей региона. Эту проблему областное правительство намерено решать, говорит Дюмин. Ежегодно на эти цели из бюджета области будут выделять по 150 миллионов рублей. Разрабатывается и программа государственного частного партнерства с крупным российским банком. По ней уже в этом году реконструируют детский сад в Донском и построят новый в Новомосковске. Что касается этого детского сада, то свои двери для малышей он откроет не позднее декабря. Надежда Милюхина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.